Важным преимуществом платежной системы локальной в нашем понимании является возможность разработки и внедрения общегосударственной программы лояльности. В этих мобильных приложениях появилась возможность производить какие-то оплаты, что безусловно потребителю было интересно, поэтому таким образом вот эта вот потребность для потребителей была сформирована появлением новых технологий. В последнее время мы наблюдаем достаточно серьезное или, можно сказать, бурное развитие платежных сервисов, которые используют различные способы удаленного взаимодействия с клиентом. Есть многие вещи, которым нам стоит поучиться. Понятно, что не все из них реализуемо в онлайне. Некоторые даже невозможно реализовать. Но сам подход, он стоит изучения, потому что точно его можно имплементировать в жизни. Здравствуйте, дорогие друзья! Это телеканал «Конференция ТВ». Представляем вашему вниманию третью всероссийскую конференцию «Digital Finance and Service Russia 2014» Клиентские сервисы, технологии и решения нового поколения на рынке электронных платежей. Итак, смотрим вторую часть. Коллеги, добрый день! Косинкова Яна представляю компанию МТС. Сегодня вам расскажу, наверное, про то, что МТС собирается в ближайшее время делать и делает в развитии бесконтактных платежей. Если в прошлом году я рассказывала про наши результаты, что мы сделали и что мы планируем сделать в будущем, то сейчас мы уже в этом будущем уже делаем и скоро в следующем году надеемся на то, что каждый из вас может просто взять в телефон, загрузить себе банковскую карточку, транспортную карточку в телефон, никуда не ходя и не заполняя никакие бумажки, ничего не подписывая. Ну, хотелось бы немного так вводное слово о том, что в России NFC-сервисы появились не первыми, есть положительный мировой опыт, нам как МТС наиболее нравится опыт Кореи, то есть если проект был запущен в 2010 году, то статус 2013 года это 20 миллионов NFC выпущенных сим-карт и порядка 4,5 миллионов активных пользователей. По-моему, это вполне амбициозная, хорошая цифра, которая дает возможность верить в то, что технология развивается и будет идти дальше. Если говорить про опыт России, то МТС – первый оператор, который запустил NFC-проект в России и в странах СНГ, в том числе Беларуси. Мы запустили сервис по бесконтактной оплате покупок в магазинах, на сим-карту разместили банковскую карту, что позволило клиенту оплачивать покупки в одно касание, там, где принимают бесконтактные платежи по технологии MasterCard PayPass. В последующем к нам присоединились другие операторы, и на сегодняшний день мы имеем то, что все операторы запустили пилотные проекты, как и банковские, так и транспортные, и сейчас все операторы работают в направлении того, чтобы сделать эти сервисы массовыми, доступными, красивыми, интересными для клиентов. МТС на сегодняшний день лидирует по количеству сервисов и количеству пользователей, и также мы видим тенденцию, что есть и другие вариации развития данной технологии, то есть если мы, как операторы, ориентированы на секьюр-элемент на сим-карте, то есть альтернативные варианты, это как секьюр-элемент в облаке, секьюр-элемент в самом устройстве, телефоне. И подобные проекты тоже запущены пилотные, и сейчас мы пытаемся как-то дружить все вместе, и чтобы технологии существовали вместе. Считаем, что это возможно. Немножко о цифрах, о наших прогнозах и вообще, что является стоп-фактором на пути развития этих платежей, как добиться того, чтобы они стали массовыми. Основные два фактора – это развитие инфраструктуры, то есть если говорить про банковские сервисы, то есть чтобы торговые и сервисные предприятия были оборудованы соответствующими терминалами, которые принимают карты по технологии MasterCard PayPass и Visa PayWave. И по прогнозам платежных систем к 2016 году 25% всех терминалов будут поддерживать подобную технологию. И устройства, которые непосредственно позволяют пользоваться этой технологией – это абонентские устройства, смартфоны. По прогнозам нашим МТС, каждый третий телефон в 2017 году будет поддерживать технологии NFC. На сегодняшний день 2% абонентской базы МТС – это уже держатели NFC смартфонов. По-моему, это достаточно хорошие цифры, и мы видим, что есть положительная тенденция, и рынок растет, развивается, и технология будет жить. Хотела бы вернуться назад к слайду и обратить ваше внимание, что у меня внизу на слайде нарисован iPhone, скоро анонсируется новая модель. И чем ближе анонс, тем больше слухов о том, что в новом iPhone будет NFC. Это дает нам возможность задуматься о том, что даже если Apple верит в эту технологию, то она точно будет жить. Какой мы прошли путь, где мы сейчас, и что мы видим в будущем. Еще раз немножко повторюсь, что в 2012-2013 году мы работали над пилотными проектами, банковские сервисы, банковские карты на сим-картах и транспортные сервисы. Запустили их первыми, и сейчас у нас есть действующие клиенты. Есть клиенты, которые приходят, пользуются, и это нам дает возможность понять вообще потребности наших клиентов. Мы в 2014 году понимаем, что клиент уже никуда не хочет ходить, не хочет оформлять себе банковскую карту дополнительную какую-то. Ему уже не нужен дубликат банковской карты. То есть если раньше наш продукт выглядел, что на сим-карте был дубликат стандартной банковской карты, которая в кошельке, то сейчас это уже не требуется. Поэтому наш фокус именно на разработку мобильного приложения, умного мобильного приложения, которое позволит клиенту все возможные сервисы получить именно в этом приложении, увидеть историю какую-то, отказаться, наоборот, подписаться и так далее. И плюс мы работаем над направлением лояльности. То есть сейчас нет NFC-сервисов по лояльности, и мы видим, что рынок готов к этому, клиенты готовы этим пользоваться, это интересно. Также хочу обратить ваше внимание, что все активно ждут, когда у операторов появится TSM-платформа, что позволит загружать NFC-сервисы удаленно, как раз-таки не ходя ни в отделение банка, никуда. МТС сейчас работает в данном направлении. Платформа сейчас в процессе интеграции, установки, и мы надеемся, что к концу 2014 года мы сделаем первые тестовые загрузки, скажем так. В 2015 году у клиентов появится возможность загружать самостоятельно на сим-карты различные сервисы. И в 2015 году мы планируем уже запускать такие сервисы, которые сейчас кажутся не совсем реальными. Это электронно-цифровая подпись на сим-карте, плюс контроль доступа, то есть сервисы, которые позволят с помощью телефона открывать двери в квартиру, машину, еще куда-то. Наша такая основная глобальная цель, к которой мы стремимся, это чтобы в 2016 году 10% абонентов МТС стали пользователями на C-сервисов. И, наверное, вот последнее в заключении, о чем хотелось бы поговорить и призвать вас, чтобы вы услышали меня и вообще то, к чему мы стремимся, и зачем вообще NFC нашим клиентам поговорить в вопросе «зачем?». Зачем, почему клиент будет этим пользоваться? Три основных маркера, что это удобно, выгодно и безопасно. Удобно, потому что телефон всегда с нами. Мы можем забыть дома кошелек, еще что-то, но телефон обычно всегда с нами. Нам заменяет многое, что там будильник, он нас связывает с миром. Поэтому банковские карты, транспортные карты в телефоне, это крайне удобно. Это просто, потому что достаточно зайти в приложение и получить карты лояльности, банковские карты, транспортные карты, какие-то еще дополнительные сервисы в один клик. Это действительно просто, не надо никуда ходить. Появится возможность оплачивать покупки, поездки с баланса мобильного телефона, потому что некоторые клиенты до сих пор боятся платить банковской картой, и, возможно, им будет приятнее пользоваться средствами со счета мобильного телефона. Клиент может также контролировать все с помощью мобильного приложения. Это удобно. Мы сейчас видим то, что при оплате без контакта дешевле, потому что различные торгово-сервисные предприятия, платежные системы дают клиентам скидки, тем самым стимулируя потребление данных услуг. И безопасно, потому что все эти технологии сертифицированы, сим-карта является аналогом банковской карты, кошельки, которые запускаются, которые будут у нас. Они все пройдут сертификацию в платежных системах, проходят, будут закрыты пин-кодом и всевозможными какими-то штуками для защиты. Все обслуживание будет в смартфоне, в вашем приложении, и достаточно будет зайти в приложение и решить все вопросы с банком или какими-то другими инстанциями. И то, что потеряно, легко восстановить. Опять-таки же, достаточно неприятно, когда ты теряешь карту или что-то с ней происходит. Тебе нужно прийти в банк, написать заявление о закрытии карты, потом о открытии новой, перевыпуске, ждать какое-то время. Здесь все проще. Здесь мы заходим в приложение и загружаем, отказываемся от предыдущей карты, ее удаляем и загружаем новую. Во всяком случае, может быть, сейчас это не совсем реально звучит, трудно представить, но мы к этому стремимся и верим в том, что у нас это получится. Ну и основной мой посыл был к вам то, что технология NFC была, есть и будет. Мы в нее верим, как МТС. Мы прикладываем максимальные усилия в развитии этой технологии. Мы не остановились, мы работаем. Основное направление – это установка TSM-платформы, чтобы добавить возможность удаленной загрузки различных сервисов в смартфон. Ну и плюс умное мобильное приложение, которое на сегодняшний день так актуально для наших клиентов. Это все. Спасибо за внимание. Большое вам спасибо. Мы передаем слово Ивану, в общем, с таким пессимистичным заголовком доклада, на мой взгляд, «Будущая криптовалюта в России». Пожалуйста. Здравствуйте. Совсем скоро будет уже кофе-брейк. Я постараюсь кратко изложить такую большую, как мне кажется, тему, как состояние вообще отрасли криптовалют. И начать бы я хотел с того, что напомнить, что такое вообще криптовалюты. Напомнить на примере самой известной – это биткоин. Биткоин – это не какая-то организация, это не компания. Это технология, которая позволяет производить электронные платежи. Чем она отличается от многих других? В первую очередь, децентрализованностью. Нет никакого единого центра, не контролирующего, не эмиссионного. Вся сеть, которая использует одноименную валюту, в ней все участники равноправны. При этом все транзакции проходят напрямую от того, кто посылает транзакцию к тому, кто ее принимает. Хоть вся сеть и видит эти транзакции, никто не может на них повлиять. Одной еще из ее особенностей является анонимность или, как сейчас принято называть, псевдонимность. То есть человек не обязан идентифицироваться, если он этого не хочет делать. Он может абсолютно анонимно отправлять средства куда-либо. Но поскольку все-таки многие люди где-то пишут, что вот, например, это мой адрес, потом кому-то что-то отправляют, то есть все равно можно построить какой-то граф. И при большом желании, если человек не прикладывал особых усилий к анонимности, его вычислить. Поэтому все-таки это скорее псевдонимность. И последняя особенность, на которую я хотел бы обратить внимание, это дефляционная модель. То есть в отличие от более привычных нам денег, количество биткоинов ограничено 21 миллионом. Особую проблему это не составляет для расчетов, потому что каждый биткоин может делиться до 8 знака после запятой. То есть он позволяет делать очень маленькие транзакции, микротранзакции. Какие плюсы есть у этой технологии вообще, почему она уже 5 лет практически живет и только развивается активно? Это малые или отсутствующие комиссии. Поскольку вся сеть работает на поддержание самой себя, не требуется выделять отдельных каких-то ресурсов на поддержку. Комиссии берутся только для того, чтобы никто не влудил в сеть огромное количество бесполезных транзакций, забивая тем самым каналы. Такая вещь, как микроплатежи, может действительно сделать такую революцию, как мне кажется, потому что это новая система монетизации контента. Это один из способов, который может повлиять на рынок пиратства. Например, когда человек не хочет платить за какую-то лицензию, но, например, большое количество людей готово автоматически, заходя на сайт, какую-то долю евро, доллара или рубля заплатить за то, чтобы посмотреть какой-то контент. Благотворительность, какие-то донейты, они становятся гораздо проще. Человек просто публикует свой адрес, и любой другой человек может просто нажатием двух кнопок отправить со своего кошелька средства тому, кому он сам захочет. И никто его в этом ограничить не сможет, как я уже говорил, никто не может в чужие транзакции влезать каким-либо образом. Тем самым обходятся любые санкции, регулирование, просто невозможно практически ввести, только если интернет отключать. Если отключать интернет, я думаю, будет гораздо больше проблемы. Криптовалюты также могут использоваться в качестве замены анонимных денег, наличности. Сейчас наличность практически не отслеживается. Все те же проблемы, которые приписывают анонимным криптовалютам, они есть и у наличности. Причем у криптовалют гораздо больше возможностей при желании их отслеживать. Мне кажется, это более прогрессивный путь для анонимных денег. Все равно они будут. Прозрачные транзакции просто позволят все это делать. Еще такая вещь, как смарт-контракты. В данном случае правовые какие-то аспекты взаимодействия между людьми заменяются алгоритмическими. То есть можно четко прописать, при каких условиях, как будет выполняться контракт. И вся сеть об этом будет знать, и никто уже не сможет нарушить этих условий. Можно использовать каких-то третьих лиц, гарантов. Можно использовать мультиподпись. Там огромное количество вариантов. И стоит отметить, что это технология. Это не только деньги. На этой технологии можно строить очень много всего. Начиная от каких-то нотариальных сервисов, заканчивая средствами распределенного хранения информации, каких-то честных голосований, которые можно проверить, но при этом не раскрывая людей. Системы распределения доменных имен. Огромное количество применений, которые можно найти. Минусы с точки зрения государства. Это в первую очередь черные рынки. Потому что такая технология, она, естественно, позволяет криминальным элементам гораздо легче совершать некоторые действия, поэтому они активно ими пользуются. Уход от налогов. Этот инструмент позволяет действительно легче уходить от налогов, поскольку на транзакции, опять же, нельзя влиять. И при этом можно еще скрывать свою личность при соблюдении некоторых условий. Такая проблема действительно существует. Плюс, хоть появляются новые сервисы, новые возможности, но также появляются новые схемы для отмывания денег. Невозможность заморозки счетов, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, если вы знаете, что, например, человек преступник, вы не сможете заморозить его счет. Если он хранится в биткоинах, у него на его компьютере это практически невозможно. Даже невозможно остановить транзакции. Вы видите, что транзакции к нему уйдут или от него уйдут, вы можете наблюдать транзакции с его кошельком, но, опять же, вы ничего с ними сделать не сможете. Забавный такой момент, что через какое-то время все деньги станут грязными, поскольку их ограниченное число, если учесть, что правонарушения у нас все-таки происходят достаточно регулярно, через какое-то время все деньги обернутся, они в основном грязными. Вопрос, как в текущем законодательстве, например, смотреть, можно этими деньгами пользоваться или нет. Одну транзакцию назад они участвовали в какой-то черной схеме или 10. То есть тут совершенно такие еще моменты, которые стоит прорабатывать и прорабатывать. Риски волатильности, опять же, поскольку нет никакого материального обеспечения за этой технологией, некому предъявить претензии в случае чего, стоимость регулируется только спросом и предложением. Если, например, рынок пойдет не туда, куда нужно государству, оно не сможет напечатать новый биткоин или изъять существующий, то есть невозможно регулировать, и волатильность может быть очень значительной. Ну и трудозатраты на адаптацию, как и любая новая технология, если ее вводить на каком-то государственном уровне, вдруг предположим, то это, естественно, будут трудозатраты на эту адаптацию. Отдельно хочется сказать про такую вещь, как форки биткоина или альткоина. Их сейчас появляется очень много, нельзя их не затронуть. Поскольку биткоин – это полностью открытая технология, лицензия позволяет его использовать абсолютно в любых целях и как угодно, неудивительно, что нашлись люди, которые захотели сделать какие-то свои аналоги, в чем-то, может быть, улучшить технологию, в чем-то где-то ее изменить, по-другому применить. Что самое простое можно сделать с ней? Вот есть биткоин. Самое простое можно сменить название, назвать его «Вася Коин», выпустить. И если, например, убедить людей, что этот «Вася Коин» в чем-то имеет свои преимущества, кто-то начнет им пользоваться, отлично, у вас собственная криптовалюта. Но, к счастью, такие проекты не выстреливают, просто потому что они никому не нужны. Выстреливают в основном те, которые либо обладают какими-то свойствами, которые нужны людям, и поэтому люди готовы им пользоваться, либо которые привносят что-то новое. Если говорить о текущей ситуации в Российской Федерации, тут сейчас есть, естественно, проблемы с криптовалютами. Если вы придете в банк и скажете, я хочу открыть там сервис, который будет заниматься какими-то операциями с криптовалютами, скорее всего, вам не откроют счет. После заявления от нашего Центробанка и прокуратуры прекратили работу некоторые сервисы, связанные с биткоин. Идут сейчас проверки организаций, которые как-либо заявляли о том, что они работают с биткоинами. Отказываются от работы с криптовалютами те организации, которые заявляли, что это перспективная технология, мы будем, скорее всего, ее внедрять. И абсолютно четко виден вектор на деанонимизацию. То есть все законы, которые в последнее время проходят по части IT и по части финансов, они четко указывают, что все идет к большей прозрачности, к большей, как сейчас принято называть, транспарентности. Если же посмотреть, что это вытекает у криптовалют, то появился проект закона о внесении изменений, закон о Центральном банке Российской Федерации. Если кратко, что там содержится? Там содержится предложение приравнять виртуальные валюты к денежным суррогатам, запретить не только их выпуск, но вообще любые операции с ними, и ввести уголовную или административную ответственность за это. Причем предлагается даже ограничивать доступ к информационным ресурсам и распространить действия этого закона и на физические, и на юридические лица. Если посмотреть вообще, что такое суррогат, по словарям, то становится понятно, что криптовалюты, логически под суррогат рубля никак не подходят. Да, у нас законодательно сейчас запрещены суррогаты рубля, но с тем же успехом, если внедрить этот закон в том виде, в котором он сейчас есть, то под суррогаты попадают какие-то валюты игровые, например, какие-то те же мили летные, которые люди там копят, какие-то бонусные баллы, сертификаты. Это все можно под эти суррогаты подписать. Если смотреть на текущую ситуацию за рубежом, то в наиболее развитых странах сейчас как раз-таки идет больше вектор на регулирование криптовалют. Становится понятно, что за пять лет тут только развивается эта технология все больше, и люди пытаются придумать, как ее интегрировать так, чтобы было меньше негативных последствий. В основном сейчас в странах, не в России, принимаются законы, которые приравнивают либо операции в криптовалютах к бартерным сделкам, либо как какое-то имущество описывают. В том числе сейчас появляются банкоматы во многих странах, которые от практически анонимного обмена фиатных валют на криптовалюты работают, либо до очень жесткого контроля, где там нужно прикладывать руку, там считываются отпечатки, только после этого какие-то операции можно совершать. Если посмотреть на карту, с одного ресурса я взял информацию, как относятся к криптовалютам, собственно, легитимность. В большинстве стран все-таки как-то он разрешен, по крайней мере не запрещен, не обозначен зеленым цветом. Красным цветом обозначены страны, которых он запрещен. Это, по-моему, только Исландия и Вьетнам. Сейчас даже тот же Таиланд, который изначально запрещал, в конце концов они изменили свою политику. Сейчас у них официально открылась биткоин-биржа, которая меняет криптовалюты на баты, валюту Таиланда. В России и во многих еще других странах неоднозначная ситуация, они обозначены желтым цветом. Вроде как официально у нас криптовалюты не запрещены, но практически все высказывания официальные, которые есть, говорят о том, что лучше ими не пользоваться. Если посмотреть по нодам биткоина, то есть узлы, которые видны в сети, то тоже получается интересное распределение. Не стоит смотреть на количественные цифры, а скорее тут имеет смысл посмотреть на процент. С большим отрывом лидируют Соединенные Штаты Америки. Там больше всего узлов биткоина. Мы находимся на седьмом месте на данный момент. Если говорить об инвестициях, которые происходят сейчас в криптовалютах, то это уже достаточно серьезные цифры, и я постарался там несколько хотя бы выписать, которые наиболее крупные были. Большинство из них идут в этом году. То есть в прошлом году их было меньше, в позапрошлом еще меньше. То есть тенденция опять же видна. В тот же сервис КСАПа, кстати, по-моему, Юрий Мильнер вложился, тоже небезызвестная личность. Что же у нас в России все-таки происходит, если мы говорим о перспективах? Скорее всего, будут пытаться проводить запрет криптовалют или виртуальных валют, как он проходит в текущей версии проекта. Что это будет значить для нас? Это сокращение количества операций с криптовалютой. Ну, очевидно, почему. Люди не захотят работать с тем, что запрещено. Отпугнет новый бизнес. Целесообразность этого закона я лично ставлю под сомнение, потому что технически ограничить это не смогут, повлиять никак не смогут. Смогут повлиять только на бизнесы, которые хотели бы работать в открытую, по-белому. Те, кто хотел уклоняться от налогов, те, кто в любом случае будут как-то использовать криптовалюту, никак этот закон на них не повлияет. Технически это все легко обходится. И один из таких моментов, который я считаю очень важным, это что будет лет через 5-10. Очевидно, потому что я показывал до этого, в других странах эта технология будет развиваться. Если мы сейчас это запретим, то у нас никакого развития не будет. И лет через 5-10, когда все-таки в других странах это более-менее разовьется, встанет вопрос, почему у нас это запрещено, а давайте разрешим. Что будет тогда? Свое законодательство мы сделать практически не успеем. Скорее всего, мы будем брать чье-то чужое. У нас не будет никаких своих компаний. Скорее всего, к нам придут какие-то чужие компании, опять же, все IT-какие-то специалисты, они опять же за рубеж уедут там, где они могут вполне легально заниматься этой тематикой. Если же говорить о том, что все-таки нужно регулировать криптовалюты, то тут на самом деле перспективы очень большие. Это гораздо сложнее, чем запретить. Запрет – это такой действенный способ, но он в краткосрочной перспективе, он закроет какие-то дырки у нас в законодательстве. Но если технология уже появилась, ее запрещать, по сути, бесполезно. Она все равно через какое-то время будет распространяться. И сейчас уже видны все эти тенденции. Регулировать на самом деле, если к этому плотно и серьезно подойти, не так уж и сложно. Во-первых, нужно законодательную какую-то базу, то есть нужно изменять законы. Текущие законы, они не описывают всего того, что сейчас уже появилось. То есть нужны новые какие-то законы. Это, опять же, лицензирование деятельности. Можно сделать адаптированное программное обеспечение, которое будет работать по тем законам, которые могут быть приняты. Поскольку биткоин – это, по сути, протокол. Так как взаимодействуют люди? А конкретное программное обеспечение может быть модифицированным. И я не исключаю, только буду поддерживать, если появятся государственные сервисы. Поэтому, если ставить вопрос запрет технологии или запрет нарушения закона с помощью технологии, то я однозначно за второе. То есть как в свое время появлялся интернет, например, там тоже одна порнография была, реклама, спам. Но, тем не менее, как развивалась эта сеть? Сейчас она практически везде. Как финансы практически во все сферы нашей жизнедеятельности уже проникли. Вот так вот криптовалюта – это такой интернет мира финансов. То есть это огромные возможности, что там можно делать. То есть, конечно, сейчас обращают внимание на какие-то негативные качества. Но одновременно это и возможности. Я считаю, что запрет, который сейчас пытаются внедрить, это откровенно для нашей страны будет вредительским. Нужно все-таки идти по пути регулирования. Спасибо. Прекрасно. Спасибо большое. У нас в зале есть вопросы? Добрый день. Мария Сухановна, Сбербанк CIB. У меня вопрос к Михаилу по поводу упрощенной идентификации. Например, с помощью мобильного телефона. Смотрите, тем же публичным Wi-Fi. Если у меня, например, провайдер публичного Wi-Fi – Мегафон, то с абонентом Мегафона все понятно. А если я абонент МТС, то каким образом вообще происходит сейчас обмен данными между операторами? И насколько это быстро, насколько это вообще удобно? Ну, мне кажется, вопрос не совсем по теме, но я попробую ответить. Дело в том, что обмен данными не нужен абсолютно. Вот поймите простую вещь – обмен данными между операторами не нужен. В качестве идентификатора достаточно непосредственно самого абонентского номера. Единственная задача того, кто производит идентификацию, в данном случае какой-то банковской организации, да, будет такая задача, установить, что этот номер действительно ваш. Это происходит предельно просто. Этот номер отправляется смс с кодом. Этот код вбивается. Ну, из этой схемы видно, что обмен данными не нужен никакой. То есть, идентификатором является абонентский номер, и при этом вы понимаете, что это абонентский номер именно того человека, который проходил идентификацию. Все. Вы не получаете от оператора никаких персональных данных, еще чего-то. Нет. Вы потом этот номер в случае необходимости действительно отдаете тому органу, которому он требуется, он по нему находит это лицо. Это как в случае в связи сделано. В случае с банковскими операциями действительно возможно потребуется какой-то обмен данными. Действительно, вы правы в этой части. Но это такой вопрос дискуссионный. Нужно это, не нужно. Либо это действительно оставить точно так же на запрос госоргана. То есть, достаточно абонентского номера, и потом там Росфинмониторинг, или кто делает соответствующий запрос к базе данных оператора, и получает ту информацию, которая ему нужна. Но это требует дополнительного обсуждения. То есть, в принципе, сейчас это нормально работает, и никаких проблем нет. Спасибо большое. Следующий вопрос, пожалуйста. Борис Габрилов, Промсвязьбанк. У меня вопрос к Яне. Яна, вот вы сказали, что вы строите свой ТСМ. Хотелось бы понять, планируете ли вы сотрудничество со сторонними банками-эмитентами, или этот ТСМ будет использоваться только для выпуска картам ТСБанка? Спасибо за вопрос. Да, мы открыты к сотрудничеству со всеми банками. Мы видим схему работы следующей. У нас будет иммуно-ТСМ, при этом есть операторский ТСМ. При этом будет Испи-ТСМ, это какой-то один из партнеров, например, такие как Новокарта, Ифри, Джимальта, которые будут подключать различные банки. Соответственно, мы будем в такой связке работать, и открыты к любому сотрудничеству с различными банками. Я правильно понял, это будет связка двух ТСМ? Да, это будет связка операторского ТСМ с ТСМ-партнером, агрегатором, который будет на себе замыкать все банки. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Бирюков, АйТека. У меня к Михаилу вопрос. Михаил, вот вы сказали, что внедрен, разработан ГОСТ, и планируется его внедрение в ряде наших организаций. Что поддержано компаниями 1С и Парус. Скажите, пожалуйста, а он как-то, этот ГОСТ, соотносится с международными стандартами в этой области, и можно ли ожидать более серьезного программного обеспечения, которое поддержит этот ГОСТ? Я про SAP и Oracle в первую очередь, потому что в основном банки все-таки используют далеко не 1С. Вопрос очевидный ко мне. Прошу прощения, берегу. Да, ну ничего страшного. Значит, мы на этапе согласования нашего ГОСТа в Росстандарте был проведен анализ техническими комитетами Росстандарта. Значит, было выявлено, что аналогов, международных аналогов этого ГОСТа нет. Нам, в принципе, поступило предложение уже выйти на международный уровень, этот ГОСТ как-то превратить в изошный стандарт. Ну, то есть это за рамками немножко. Тем не менее, мы пока надеемся на локальное применение в России. Если перспектива покажет пользу и эффективность этого решения, то вполне возможно мы выйдем на международный уровень. У нас теперь есть дочки, которые вполне могут это использовать. Были ли переговоры с такими вот серьезными международными вендорами, о том, что поддержка стандарта будет включена в программное обеспечение? Пока переговоров мы не вели, у нас все-таки основной сегмент, в котором нам необходимо повысить эффективность, это массовые платежи. Массовые платежи, ну там 80% платежей, которые мы сейчас принимаем, это коммунальная сфера, ЖКХ. Большинство из поставщиков услуг в этой сфере, они на всяких альтернативных решениях сидят, бухгалтерских, но далеко не всегда это саплорокл. То есть мы, но пока не выходили, мы видим, что это в какой-то далекой перспективе. У меня два очень маленьких и чисто технических вопроса. Один вопрос к представителю Сбербанка. По порядку величины разницы в цене сканера линейного кода и двумерного кода, сколько это будет стоить банку перейти с линейного на двумерный? Дело в том, что современные сканеры, которые представлены на рынке, по-моему, с 2008 года активно уже на рынке продаются, они уже поддерживают и двумерные, и линейные штрих-коды. Сканер, ну условно, это всего лишь матрица, которая считывает изображение, и его потом преобразуют в текст и пробрасывают в компьютер. Поэтому там есть только в оптике разница. Старые сканеры до 2008 года, они не умели двумерно считывать. Разница в цене, розничная цена двумерного сканера, если устанавливать на рабочее место, это розничная цена, порядка 10 тысяч рублей. Я думаю, что линейный сканер, он будет чуть дешевле, но там ненамного. Если брать оптом, то это значительно дешевле. Понятно, спасибо. Второй вопрос к Ивану. Иван, тоже технический, что такое нода? Нода или узел, сеть биткоина образуется узлами программного обеспечения. То есть кто-то ставит себе кошелек, он является вот этой нодой. То есть он выходит в интернет, соединяется с такими же узлами, как он сам, и таким образом образуется эта сеть. Есть полные версии кошелька, которые хранят всю историю вообще биткоина за все время. Есть тонкие версии кошелька. Точную дать оценку, сколько этих узлов, не представляется возможным, потому что там есть всякие технологии типа NAT, которые закрывают и не позволяют видеть их. То есть объективную оценку количественную здесь дать нельзя. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Смотрите продолжение завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова